подарки разбирать иди наш домик штраф какой-то написано госуслуги короче не знаю не буду распечатывать всем доброе утро мои хорошие начинаем новый блок ну что-то бабочка какая бабочка тебе бабать сам ты бабочку бабочка бабочки туда а это кто кто бар не цветочки цветочки а вот это что гриб гриб а вот это кто это не корова то лень олень а это что это рога это птичка попугай в общем просыпаемся выходные дни планируем поехать на шашлыки провести время на природе вот сейчас ребята поехали за мясом ну короче большой компанией едем к нам еще гости приехали тут в общем большой компании мы хотим провести время шашлыки люди не снимаются с которым я поэтому по мелочи немного сниму может быть местечко где мы будем находиться природу покажу вам в общем что удастся снять то сниму сейчас читала комментарии во влоге что хотела сказать по поводу детской еще двери не прикрепили потому что вчера ездили в леруа кстати купила шуруповерт наконец-таки купила этот по дереву резку потому что собираемся еще мебель дома делать самостоятельно но не не какую-то там глобальную да а вот немного да и нужно будет отрезать в общем решили взять вот эти вот всякие приспособы вот и наконец-таки шуруповерт свой будет потому что у нас с братом один на двоих ну точнее его шуруповерт на двоих вот и он все время нужен и я уже давно хотела шуруповерта вот наконец-таки взяли вот дверью вот так как мы вчера покупали дверь сегодня будем только ставить наверное это вечером так как мы сегодня отдыхаем по поводу ковролина девочки я рада кто-то пишет что это пылесборник да мама тоже всегда так говорила что пылесборник хотя у нее ковролин дома вот но у нее чуть-чуть он по-моему он у нее не такой пушистый как у нас вот но у нас не очень пушистый просто у мамы совсем лысый а вот и я пылесосил каждый день вот чтобы вы понимали я пылесосил каждый день я вечером вот уже прихожу дэнчка не прыгай пожалуйста я вечером уже прихожу и перед тем когда я не укладывать спать я прохожусь пылесос вот он стоит у нас у нас пылесос очень хороший у нас один и второе мощность всасывания очень сильно поэтому меня вообще не напрягает взять его вот тогда понимаете это не надо мочить руки чтобы мыть пол и это не нужно сначала пропылесосить прежде чем мыть полы понимаете подняться все ничего на внизу не валяется сейчас положила вот этот вот как он называют батут до его просто поднял и пропылесосил как-то не знаю а как-то попроще сейчас мне удается каждый день пылесосить. Каждый день пылесосить, я думаю, что все нормально. Вообще ничего не валяется, ничего не скапливается. А подарки еще деньгины стоят, мы еще некоторые не разложили, не разобрали, вот потихонечку все. Потихонечку все. Что я хотела сказать? Дверь поставим, а потом разложу ему железную дорогу и вам покажу. Вот. Да, я думаю, что, короче, пыли много не будет, если мы каждый день будем его пылесосить. Пока что мне каждый день его пылесосить несложно. Идея с ковролином настолько понравилась, что мы хотим вообще сделать везде ковролин и даже в кухне сделать, ну, оставить только полоску над кухней без ковролина. Вот. А вторую часть, где диван стоит, сделать часть прям с ковролином. Еще не знаю, какой цвет. Такой же сделаем цвет или другой какой-то. Присматриваем немного обои. Тоже хотим сделать, ну, не поклеить прям все в обои, да, а сделать какие-то акценты. В общем, зону вот это с телевизором хочется сделать какой-то красивый, скрыть эти все провода, там же полки сделать. Возможно, будем самостоятельно делать, не знаю. Посмотрим. Вот. На балконе вот этот пьедестал хочу очень. В общем, не знаю, кстати, будем мы этим годом делать или уже в следующем году. Посмотрим. В общем, мы никуда не торопимся, все спокойненько делаем. Все, сейчас я выпила одну кружечку кофе уже. Видео выпустила вам на второй канал. Бигуди из фикс-прайса. Взяла ужасные бигуди в фикс-прайсе. Просто, девочки, не берите их. Посмотрите видеообзор этих бигуди. И просто, ну, я не знаю, как только можно было продавать. Они вообще тестируют продукты, которые продают? Я просто в шоке была. Это реально. Это такие деньги на ветер. Еще, знаете, бывают какие-то продукты, ну, товары ты продаешь, покупаешь, да, и, ну, как бы, более-менее еще ты думаешь, может, ты что-то неправильно сделаешь. Ну, думаешь, ну, да, работает. Ну, а это, ну, это просто трындец. Мне кажется, просто это тупо разводило. Вот такое разводило. Какую-то херню. Положить в пакет, написать, инструкцию показать. А что в итоге получится? Неважно. Такой бред вообще. Короче, посмотрите, не тратите свои деньги. Еще, смотрите, взяли, это, кстати, я не знаю, что, это надо отмыть. Это не пылесосится. Это вот, что-то у меня коты, наверное, попачкали. Надо поотмывать чем-то. Короче, взяли, вот, подбирали цвет, но без ковролина и без линолеума подбирали цвет. Взяли вот такой. Вроде неплохой, но мне кажется, можно попробовать еще там бежевый, да? Что думаете по цвету? Не, в принципе, ничего так. Вот сюда вроде подходит. Блин, ну там светлый еще есть. Я хочу еще светлый взять все-таки, попробовать, посмотреть, какой лучше. А вот это мы взяли сюда. Вот так вот, да, сделать. Не знаю, что скажете. Надо просто сравнить еще с другим. И еще, наконец-таки, вот сюда же хочу сделать тоже, видите? Ну вот это вроде по цвету сюда хорошо подходит. Это такой с бортиком будет. Вот, видите, он у нас тут с бортиком идет. Небольшим. Не знаю, видно вам, нет. Вот он. Так, бортик этот наверх должен идти. Вот так. Вроде по цвету хорошо. Получается так раз. Короче, обрезать надо будет. Вроде нормально должен ложиться. Не пойму, мешает все. Мешает все. Короче, не знаю. Не буду распечатывать пока что. Вроде под линолеум подходит, а здесь все-таки более бежевый. А там еще был цвет, не серый, а чуть-чуть в такой бежевый, светлый. Мне кажется, вот такой. Мне кажется, он лучше подойдет. Надо будет тоже взять и потом вернуть те, которые не подошли. В общем, преображаем. Потом еще эти нужно плинтуса все подобрать. Мне просто кажется, что вот такие плинтуса серые. Они очень серые. Вот этот плинтус будет серый. Вроде не четок, но можно лучше. Короче, в общем, один вариант там только еще есть. Надо его просто взять и выбрать, какой лучше. Едем на шашлыки в какое-то место. Я совершенно не знакомая. Лес нас встречает. Я тут. Звезда. Короче, приехали в такое местечко. Тут у нас детская площадка. Здесь у нас домики всякие разные. Вот наш домик. Пойдем. Пойдем домик покажем. Девочка. Тут возле каждого домика мангал. Можно жарить шашлычки. Так, наш вон он. Видите? Тут раз, два, три грамма. А тут вот такая площадка. Есть вот такие верандочки. Ой, там не показала там дон. Или не дон. Вроде дон. Вот наш домик. Вот так здесь выглядит. Давай зайдем. Посмотрим. Ну, давай, покажу девочку. Тут можно сидеть. Ветерок, правда, сегодня такой. Вот. Здесь у нас кровать. Крысло. Кондиционер можно включить. Вот, чтобы грел. Холодильник. Телевизорчик. Еда всяко-разно. Я тоже, да, голодная. Что-то мало взяли, но нет? Толпа большая. У нас тоже хочется. Вот так на природе. Я еще не завтракала сегодня. А здесь у нас с раковинкой душ. Ну, нам это ничего не надо. Мы с ночевкой тут не остаемся. Поэтому нам просто куда вещи сложить. Иди поиграй, Дэнь. Иди вон, смотри. Покачайся на качельках. А тут у нас, представляете, грибочки растут вот такие вот. Офигеть. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Одень сначала кроссовки, Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 сюда да это у нас подарок был по заказу куда в копилку а потом как вытаскивать давай монетки принесем садись сейчас монетки принесу будешь туда их кидать вот я уже тут денежка тебе собирала это нужно в копилку кидать и будешь собирать денежки так мышку ставь все складывай в копилку все вот и и как только у тебя появляются денежки туда складывай когда будет полная мы ее разберем все на полочку ставь к себе туда куда-нибудь и мышка будет стоять на полочке вот тут все вместе с роботом да вот так будет охранять твою сумку с деньгами да нет нет нельзя открывать это надо насобирать полную когда будет полная когда будет полная тогда откроем хорошо понятно что твое ладно а дальше будем так вот это линусик хэппи по моему она говорила что тут шоколадки всякие она деньги насобирала это ему вот сейчас не буду показывать это он захочет съесть смотрите какой классный пакетик так это бразы 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 я помню потому что он на днюхе попытался дэнни показать подарок но дэнни так был увлечен игрой с фикс прайса что вы представляете такие крутые подарки не нужны день виталик тебе какой подарок подарил доставай что это там это машина вау какая она крутая давай доставая скорее смотри какая красивая давай доставай пульт уже нашел давай давай где открывать так помоги сейчас ножницы нужны неси ножницы давай а я вижу на картинке уже 5 батареек давай вот здесь открывай молодец доставай вот это да доставайте не вверх ногами на чтобы тянет давай 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 тени ухты какая давай посмотрим подожди вот это да посмотри какая она крутая гоночная и здесь у нее вау какой руль пульт давай тебе помог подожди это надо отрезать тоже отрежь ножницы ножницы аккуратно аккуратненько вот и с другой стороны они все доставай подожди наверное еще вот здесь вот эти штучки надо открутить день не 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 хватит хватит резать уже там надо открутить за ним откручиваем все все бери машинку еще подожди тут тоже надо открыть о тут шурупы справились мы засунули батарейки здесь 5 пальчиковых батареек там же вау круто куда побежал давай сюда иди в комнате дэй вперед поставь ее на палат она переднеприводная а куда тема то вот вперед вперед вот это смотри дай покажу давай давай и подходит что положить туда смотри вот это вперед смотри я тебя учу вот это вперед видишь вперед вот это направо поворачиваешь вот например нажимаешь вперед и направо вперед и а вот назад у них у нее даже эти смотрите ты красная смотри все просто на так ну а теперь переходим к самому масштабному подарку уволит а дорога которая будет здесь у нас на всю детскую сейчас мы ее разберем смотрите сколько всего все это в киево так по отдельности продается это да данька уже тут успел пока я не видела распечатал машинку представляете вот эти вот они на магнитиках и тоже на батарейках едут по дороге вот здесь коробочки было он распечатал так ну теперь будем складывать ну что я собрала вот такую дорогу пока дэня был увлечен машинкой включай поехала смотри ой не за помогай помогай конечно а вот смотри у него здесь еще вот такой класс тебе нравится ой глянь поправляй вот молодец груз будет доставлен ты можешь монетки вот здесь перевозить даже это на самом деле девочки не все еще очень много просто я уже устала честно говоря самостоятельно я данька потом сам уже будет все это собирать у нас еще очень много осталось деревяшек то есть понимаете да это просто на всю комнату и еще вот такая вот у нас есть штука я думаю ему порционно как-то это все дело выдавать сейчас он играется с этим я ему добавлю что-то новое ну-ка помогай помогай поехал дальше смотри а вот здесь стой и куда же он поедет а давай мы вот чуть-чуть назад сделаем морю так на серединку сделал по по назад поправляем поправляем управляем дожди управлять давай назад 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 не ли не она не будет назад ехать это сам назад ручками вот так вот а здесь тебе нужно что поправить вообще-то куда он едет а у нас здесь ничего не сделано смотри как же он поедет он поедет сюда а у нас здесь ничего нет надо как-то переделать данька и сделали отвели отсюда вот только ответ линия стены как она проедет давай проверим классно смотри все едет ровно давай вот ты можешь здесь до переключать и поедет он ровно куда скажешь ему ой опа смотри поедет в гора в этот через мостик сейчас через мостик и близко не смотри глазки так сломаешь ты и сейчас поедет на мост помогай на мосту все выключил отдыхает на зарядку поставил ну ладно ну чё нравится тебе игра будешь играть поехал на мосту остановился а смотри у нас еще есть денька вот еще кстати есть ты можешь состав при этого ухты застрел чуть-чуть помогай вот так лишь без тебя не справится поезд куда он поехал все там обрыв смотри ты а у него еще есть глянь у него еще вот есть замыкающий нет это не делал ну-ка подожди вот так о нет а лишь какой длинный стал и давайте а этот сам по себе видишь ну переворачивай его нет нет надо его сделать так чтобы он не переворачивался я дальше как-то ехал нельзя ехать нельзя ехать короче такая дорога вот у нас спасибо родные наши классно ой он в обратную сторону ехать может еще класс в общем все подарки хорошие всем большое спасибо нам все нравится все очень очень приятненько кстати пакетики я никогда не выбрасываю такие красивые потому что они стоят денег и некрасивые блин я потом я их оставляю и потом тоже кому-нибудь в пакетиках в этих дарю подарок приятно же ну или просто даже что-то с собой взять куда-то в красивом пакетике тоже хорошо девочки смотрите сейчас смотрю в рассылках у меня штраф какой-то написано госуслуги гибдд у вас один штраф на полторы тысячи какое-то постановление вот так вот это типа с 50 процентной скидкой можете оплатить я еще не открыв это письмо сразу зашла на госуслуги у меня написано никаких задолженностей штрафов нет думаю что это какая-то фигня открываю сообщение и вот смотрите что я вижу да вот такое вот сообщение здесь вижу фото она ну до конца не открыто понятно но я уже вижу что здесь нет моей машины вообще непонятно что здесь это один момент второй момент я начинаю смотреть от кого от кого пришло смотрите вот допустим кому наложу вот здесь да кому вот селена свои а от кого госуслуги смотрите какой адрес какая-то яна швец яна швец собака лист . ру но это явно не от госуслугов да будьте внимательны и здесь вот вопрос в том чтобы не нажать сюда подробности о штрафе не нажать не скачать фотографию вот это мало ли что может быть будьте аккуратны может кому-то что-то тоже такое приходило вообще частенько приходят еще знаете что сейчас покажу еще приходят вот такие вот письма смотрите на от какого-то вильчук в с письмо о возврате денежных средств и когда мы открываем письмо какая-то претензия у нас здесь возникает ее тоже открывать и скачивать нельзя добрый день просим рассмотреть претензию в 15-дневный срок произвести возврат денежных средств оплаченных нами в полном объеме в соответствии с платежным поручением оригинал настоящей претензии направлен заказные письмом через почту россии короче такие письма мне часто приходят их тоже можно не открывать сразу отправлять в спам ни в коем случае не скачивать даже я уже насколько внимательно отношусь к всяким разным письмам и абсолютно разные письма приходят и я ни на что не ведусь вот но вот такие какие-то претензии или госуслуги у вас там один штраф так все сделали как смотрите и с этим со значком госуслуги да что вообще ну то есть иногда йогает что-то думаешь что там должен все сейчас оплачу но чуть-чуть спокойствие чуть-чуть внимательности и можно разглядеть что это какие-то мошенники я такая вся сегодня воскресенье я прям вот день в день вам снимают это вот монтирую хочу сейчас вам выпустить уже этот вложек вот и после вчера вот это так отдохнули хорошо вообще на самом деле мне понравилось я вообще не хотела изначально ехать потому что для меня выходные это дома тупить лежать или по торговому центру ходить что-то делать для дома покупать что-то да вот и на природу вот мы рано поехали еще до чтобы побольше день световой застать вот и как-то настроение с утра у меня не особо было но там уже конечно все по-другому вот и природа классно сейчас смотрю монтирую видео классно это место запомните вам кстати не сказала где это место было это было за городом где-то южный южный берег что ли называется я вот забыла посмотреть название все это просто не я организовывала всю эту поездку поэтому не помню 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 что южный что-то и это за городом буквально там несколько километров но довольно таки рядом вот и сегодня мы провожаем еще приехала же в гости бабушка еще одна дэнина можно сказать двоюродная что ли бабушка короче моей свекрови родная сестра приезжала вот очень хорошая не понравилось и да и не понравилось много энергии у человека вот где-то даже чувствую на одной волне мы вот по энергетике в общем активный позитивный человек вот классно время провели и вот мы поехали все вместе вот на шашлыки и провести время сегодня мы ее провожаем она ненадолго приезжала в гости сегодня мы ее провожаем не знаю удастся ее снять не удастся просто часто бывает просто мы находимся в большой компании а люди не все снимаются они все любят видео но и в принципе знаете когда видеокамера вокруг ходит как бы я понимаю что это ну некий напряг люди начинают сразу немножечко знаете как-то не расслабляться мне так хочется чтобы вокруг все расслаблялись поэтому я стараюсь вот сейчас последнее время вообще никого не снимать до чисто себя или момент когда там никого нет или там где-то все заняты чтобы никого не напрягать поэтому будет возможность под снятие я покажу как бы да если будет много народу то не буду не буду снимать просто верьте на слово так я вам кстати в инстаграме сделала пост вопрос-ответ ближайшее время наверное уже завтра буду снимать эти вопросы ответы поэтому кто еще не успел задать вопросы пишите комментарии не в комментариях а под постом в инстаграме вот ссылку на свой инстаграм оставлю здесь все мои хорошие вас люблю целую сегодня воскресенье сегодня вот мы провожаем тетю олю для меня бабушка оля для дэнни сегодня мы и провожаем еще хотели съездить в леруа еще один вариант плинтуса взять я вам уже в следующем влоге покажу интересно будет ваше мнение какой плинтус лучше цветом идет ну и уже там что-то будем делать смотреть все короче с вами прощаюсь все пока пока